Настоящий мужчина должен быть умным и интеллигентным, сильным и волевым. Как же помочь малышу воспитать в себе эти качества? Давайте разбираться вместе. Каким бы идеальным примером ни был глава семьи для своих сыновей, все же огромная ответственность в воспитании мальчиков ложится на женщин. Ведь именно с мамой малыш проводит большую часть времени. Так, например, чрезмерная забота мамы приводит к тому, что мальчик вырастает безинициативным мужчиной или начинает вести себя агрессивно. Есть еще одна частая ошибка в воспитании. Не плачь, как девчонка, будь мужчиной. Вот такие фразы, они несут посыл мальчику, в частности, в том, что мальчишки, мужчины в будущем, они не должны проявлять эмоциональности. Это приводит к тому, что впоследствии мальчики не умеют эмоционально сопереживать, не умеют эмоционально проявлять себя. Ведь чувствительный ребенок – это не значит слабый. Воспитать мужчину с большой буквы без отца порой бывает сложно. Обычно мамы сами становятся примером мужского поведения. И это главная причина неудачного воспитания мальчика. Пусть примером идеального мужчины станет дедушка, дядя, тренер. А мать лишь должна дать возможность сыну почувствовать свою силу. Даже если ей эта помощь не нужна, но все равно она должна ребенку объяснить, что без его помощи она не справится. Ей нужно помочь, понести даже тут пакет, например, да, и поблагодарить его, сказать, что, боже мой, как ты мне помог. Если раньше наказание ремнем было нормой, и таким образом родители старались привить ребенку дисциплину, то сейчас психологи против такого метода. Нужно ребенку объяснить, не обязательно сразу бить, усадить. Ребенок уже все понимает, поговорить с ним. Очень хорошо действуют такие методы неформального типа, как придумывание, например, сказок, рассказов о поведении, включая, ну, заменяя, например, имя своего ребенка другим именем, но поведение описывается вот своего ребенка. Ребенок учится, понимает, что, ага, он поступил не очень хорошо. Может быть, впоследствии он так поступать не будет. Не забывайте, что даже в годовалом малыше уже есть мужской стержень, и задача родителей не сломать его, а помочь карапузу вырасти настоящим мужчиной.